По мере удаления от выборов нормальная жизнь возвращается в информационное пространство Республики Башкортостан. Сегодня мы много времени будем говорить об общественных институтах, но не потому, что мы тут ударились в какую-то научную аналитику и попытку предсказать будущее нашего общества, а потому, что эти институты, в общем-то, на минувшей неделе дали нам повод для этих рассуждений. 20 сентября, вот буквально недавно, закончились формальные полномочия первого созыва Совета по правам человека при Раде Хабирове. Все мы помним, что после своего триумфального 82% избрания на должность главы Республики Башкортостан Хабиров скоренько учредил вот этот странный орган, который, собственно, в большей степени стал, наверное, некой ассамблеей блогеров, потому что на 50% этот орган был наполнен людьми, которые в представлении самого Хабирова, а скорее в представлении Росислава Мурзагулова, который на тот момент модерировал всю общественную деятельность, были хоть сколько-нибудь опасны, либо могли критически рассуждать о сущности новой власти, тогда только пришедшей. Ну, если уж так вот там всем вдаваться в состав этого странного органа, то это становится понятно. Но сейчас полномочия СПЧ закончились, по их уставу они существуют два года, через два года должна быть 50% ротация состава, но об этом не слышно и не видно. Помалкивает об этом и Владимир Барабаш, который возглавляет СПЧ, в общем, непонятность какая-то, неопределенность повисла в воздухе. Хотя, когда создавался СПЧ, шума и гамма было много и по поводу персонали, и по поводу там вхождения туда, не вхождения, в общем, очень много об этом говорили. Сейчас пока тишина. Ну, подводить надо какой-то итог, конечно, двухлетнего существования вот этого, этой организации. Много было разговоров на тему там, что им платят, не платят там, прочее, прочее. Ну, нет, не платят. Это такой, по-настоящему, общественный орган. И, собственно, результаты его весьма скромные. На мой субъективный взгляд, основной задачей СПЧ, конечно, было отстаивание точки зрения Радия Хабирова. На фоне неких негласных преференций для членов этого совета. Состав первого созыва СПЧ, конечно, был очень пестрый. Там и, простите, не к ночи будет сказано Гайсина. Там и Альмиры Жукова. И восхитительная хохотушка Полина Весневская. Там Галин Азамат. Ну, в общем, кого-то только нет. Это какой-то Ноев ковчег вообще своего рода. Ну, собственно, я перечислил только тех, кого вспомнил. И тех, кто хоть сколько-нибудь отличился. Там, правда, были еще некие фигуры, которые там по родственным связям попали туда. Я имею в виду тетю рэпера Фейса и прочих. Ну, вот, вышеперечисленные это те, про которых хоть что-то можно вспомнить. В остальном, вся эта публика, да, действительно занималась яростным или не очень яростным, но отстаиванием точек зрения Хабирова по какому-либо вопросу. Как только возникала какая-нибудь напряженность, тут же выбегал кто-нибудь из них в какую-либо медийную сферу на площадку и начинал с пены у рта доказывать, что все верно, что все правоверно и прочее, прочее. Ну, в общем, как-то так. Ну, на данный момент, так как нет никакой инициативы по обновлению этого органа, да и, собственно, видимо, нет особой необходимости на фоне увядания вообще повестки о правах человека в России, а эти права, как известно, у нас давным-давно просрочены. В общем-то, есть ощущение того, что Хабиров потихоньку сворачивает проект СПЧ, в том смысле, что есть риск того, что он обновлять этот состав и не собирается. Ну, поиграл-наигрался. То, что касается людей, которые вошли в этот первый состав, ну, извините, все они туда вошли добровольно, все они питали иллюзией о том, что в той или иной мере они смогут извлечь из этого политическую, финансовую какую-то, возможно, прибыль в качестве какого-то авторитета или репутации, но у кого что получилось. Парочка человек, конечно, удачно использовала эту ситуацию, я имею в виду господина Гагина и господина Белякова. Ну, в разной степени оба пробились к государственной кормушке уже по-настоящему. Господин Гагин стал депутатом Горсовета Уфы от «Единой России», Вадим Беляков стал советником мэра города Уфы по ЖКХ. Ну, в общем, это можно считать в сложившейся ситуации успехом. Все остальные, конечно, в несколько более бедственном положении, ими отчаянным образом попользовались и теперь, как говорится, выбрасывают в виду одноразовости. Ну, в общем, вот такая картинка складывается. Напомню, что по уставу СПЧ уже 20 сентября этот орган перестает действовать и должен был ротироваться на 50% через процедуру выдвижения или еще какие-то процедуры. Так что, ну, вот один из органов общественного влияния и контроля у нас оказался в таком подвешенном состоянии. Еще одним заметным инфоповодом, связанным с общественными организациями, было громогласное объявление общественности о доходах Шамиля Валеева. Для тех, кто не знает, поясню, что Шамиль Валеев – это руководитель аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан. Не руководитель Общественной палаты, а всего лишь своего рода завхоз, человек, который по должностным своим обязанностям должен организовывать жизнь самой палаты. То есть, по большому счету, это столики, бумажки, ручки, транспорт, отопление, освещение и создание уюта для тленов Общественной палаты, создание условий для их плодотворной работы на благо общества. Так вот, этот самый Шамиль Валеев, оказывается, получает в среднем от государства, работая в Общественной палате, 190 тысяч рублей. Ну, честно сказать, даже я не ожидал вот такого. Судя по его одежде, образу жизни и прочим вещам, я бы, конечно, никак больше 70 не дал. Ну вот, факт остается фактом. В сети появились данные о доходах членов аппарата Общественной палаты, и там вот Шамиль Валеев со средним доходом 190 тысяч рублей. Возмущенная почтенная публика тут же предположила, что это еще не весь наверняка доход Шамиля, и я тоже вполне это допускаю, потому что еще есть квартальные премии, еще есть всевозможная материальная помощь, всевозможные, значит, там, выплаты и так далее. И это только официальные вещи, там еще могут быть и неофициальные. В общем, конечно, живется руководителю аппарата Общественной палаты очень некисло. И это при том, что средняя официальная зарплата по Республике Башкортостан 37 тысяч рублей, а по сути, на самом деле, люди в среднем получают 25-27 тысяч рублей. И тут вот, пожалуйста, 190 тысяч рублей Общественная палата. Первый и главный вопрос, который возник у людей, которые об этом узнали, конечно, был за что? Это главный вопрос. Никто не понимает, что производит полезного для общества и для вообще, для вовне, вот этот вот руководитель аппарата Общественной палаты. Производит настолько, что нужно платить ему 190 тысяч рублей в месяц. Поясняю, Шамиль Валеев по-настоящему искренне и очень плодотворно любит Единую Россию и Владимира Путина. Вот за это он получает 190 тысяч рублей. Напоминаю, что Шамиль Валеев баллотировался от Единой России в этом году в депутаты Госдумы, но не прошел. Однако при этом параллельно на него была возложена обязанность и соучастие в подготовке тех самых независимых, в кавычках, наблюдателей, которых было поручено готовить Общественной палате. Ведь совсем без наблюдения обойтись нельзя. А тем более нельзя было пустить на самотек процесс наблюдения на выборах со стороны каких-либо партий, там, не дай бог, какого-нибудь сатанинского голоса, объявленного иноагентом, нежелательным или еще каким-то там. Так вот, именно Шамиль Валеев, будучи кандидатом от Единой России, еще и готовил независимых наблюдателей. Но вы понимаете, да, каких независимых и каких наблюдателей он подготовил. А еще Шамиль последние месяцы, не щадя своей репутации, отчаянно агитировал за Единую Россию, за Путина. Прямо с кровью из глаз он рассказывал нам, как Путин голосует электронно на выборах. Как хороша Единая Россия, как она является единственной приемлемой партией, которая вообще в принципе может править в Российской Федерации. На прошлой неделе Шамиль договорился в эфире «Эхо Москвы» до следующего. Цитирую дословно. «Если хочешь голосовать за Госдеп США, голосуй за кого хочешь. А если хочешь за пользу республики, за команду Хабирова голосуй». Конец цитаты. Начнем с того, что Шамиль Валеев вообще-то ничего нового не сказал. Он только перефразировал крылатую фразу Володина о том, что есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. Вместо Путина Шамиль Валеев, будучи уровнем чуть ниже Володина, подставил туда фамилию Хабирова. То есть в вольном переводе вот этой фразы Шамиля можно говорить о том, что он полагает, если есть Хабиров, то есть Башкортостан, нет Хабирова, нет Башкортостана. Очень спорное заявление. Не знаю, хватило ли Шамиль через край, будет ли Володин предъявлять ему претензии за авторские права, не знаю. Но вот представьте себе, Хабиров исчез. И что случилось? Вот буквально взял, такая фантастическая эмпирическая ситуация, завтра раз его не стало. Ну, предположим, 12 октября. Ну, попляшем мы у памятника Салавату Юлаеву. Ну, там поплюемся, повспоминаем каких-нибудь гадостей, примерно через две недели мы все забудем фамилию Хабирова. И только Шамиль останется без 190 тысяч рублей. Вот вам ответ на ваш вопрос, что производит Шамиль. Шамиль производит любовь. Это очень важно. Любовь вообще важна. Любовь к Путину, любовь к Хабирову, любовь к этому режиму, к этой власти. Вот что беспрестанно, ежедневно производит Шамиль Валеев. Впрочем, не все согласны с Шамилем, включая и меня. Я вообще категорически с ним не согласен. Даже считаю, что его высказывание вот об этом голосовании за государственный департамент. Собственно, 31% из проголосовавших в республике на выборах, это, по мнению Шамиля, чуть ли не приспешники Госдепартамента США и потенциальные враги. На месте Госдепартамента я бы, конечно, уже разбросал над Башкирией пустые бланки паспортов Соединенных Штатов Америки. Однако боюсь, что Шамиль Валеев и Наташа Павлова будут первыми, кто их успеет заполнить. Кроме меня, например, не согласен с Шамилем Валеевым, его вчерашний почти что начальник, дружище, соучастник по бренчанию на гитарах Ростислав Мурзагулов. В частности, еще вчера, с жаром поддерживавший все начинания и Валеева, и Хабирова, Мурзагулов заявил буквально на днях, что он не согласен с тем, чтобы считать агентами Навального и Запада людей с иной точки зрения. Более того, Мурзагулов считает агентами Навального и Запада тех, кто занимается запрещением концертов и всячески ограничивает самовыражение и свободу мнения. Ну, вот видите, да, как вот бывает. Стоит человеку уйти от кормушки, как он буквально сразу становится отчаянным либералом. Ну, напомню, что Шамиль Валеев объединил в когорту врагов России примерно 660 тысяч граждан, жителей Республики Башкортостан, фактически назвав их пособниками Госдепа. Очень смешно на фоне всего вот этого скандала с гигантской зарплатой Шамиля Валеева, буквально синхронно с этим смешно выглядел пост его супруги Натальи Павловой о том, что у нее кончились деньги, которые ей выплатили в качестве выходного пособия в Коммерсанте, и теперь она остро нуждается в заработке и работе. Вообще, конечно, вот эта сладкая парочка, она начинает как-то немножко уже совсем диссонировать с здравым смыслом. С одной стороны, 190 тысяч ежемесячного дохода на не очень большую семью, и при этом вот эти жалобные вскрики и просьбы помочь найти работу и прочее, прочее. Кроме всего, Наташа претендует на некий иной статус. Если Шамиль с кровью из глаз клянется в любви к Путину, режиму и готовности работать внутри системы, не покладая рук, Наташа же, напротив, заявляет о том, что она вовсе не хочет быть системным человеком, не хочет работать в каких-то там корпорациях и прочее, прочее и так далее. Не знаю, как в одном жилом помещении уживаются вот этот вот ярый путинист и прохабировец Валеев и, по сути, и по его классификации агент Госдепа Наташа Павлова, но что-то мне подсказывает, что все это какая-то грязная и неприличная игра. На самом деле, ни тот, ни другой искренне не проповедуют, в общем-то, вот этих ценностей, которые они декларировали. И вообще вся вот эта ситуация семейства Валеевых-Павловых дала нам повод просуждать о пропасти между элитами, между бомондом и простым населением, просуждать о том, что у кого-то супчик жидкий, а у кого-то жемчуг мелкий, что кто-то на 190 тысяч не может жить достойно, а у кому-то 25 еле-еле достается тяжелым трудом. Ну, в общем, вот как-то так. Выводы делать вам, вернее нам, а эти граждане, ну, как говорится, пускай живут, как им совесть велит. Напоминаю о необходимости ставить лайки. Лайки – это вообще ваша святая обязанность, по крайней мере, для тех, кто действительно поддерживает наш канал. Ну, и скромно напомню о том, что наш канал можно поддерживать не только морально, но и финансово. Есть возможность помогать разово. Мы публикуем расчетный счет и координаты нашей карты. А также можно стать регулярным спонсором, нажав на кнопочку «Спонсировать» и дальше идя по меню, которое вам будет предложено. Очень бурной жизнью жила на прошедшей неделе мэрия Уфы. И первым событием, которое привлекает внимание, было издание распоряжения о премировании сотрудников мэрии. Само по себе такое распоряжение, конечно, ничем из ряда вон выходящим не является. В мэрии регулярно выдаются премии, зарабатывают там люди неплохо, но в данном случае привлекла внимание формулировка, за что выписал премию греков всем своим сотрудникам мэрии. Дословно это звучит так. «В связи с успешной подготовкой и организацией избирательной кампании». Конец цитаты. Документ опубликован, он есть. Собственно, Сергей Николаевич в своей простоте и наивности, наверное, сам себя и похоронит. Я имею в виду его карьеру, а возможно и в общем его будущее. Дело в том, что вот этим документом, например, по мнению известного российского журналиста Ирика Муртазина, которым я демонстрировал, собственно, этот документ, вот он напрямую говорит, что это явка с повинной. В чем дело? Дело в том, что по закону в Российской Федерации подготовкой и организацией выборных процессов имеет право заниматься только избирательные комиссии разных уровней. Ни органы госвласти, ни администрации, ни прочие кто-нибудь, тем более там какие-нибудь силовики или администрации городов, не вправе вмешиваться в процесс организации и проведения выборов. Для этого существует статья 141-142 Уголовного кодекса. Для тех, кто пытается этим заниматься, для них грозят санкции по этим статьям. Так вот, господин Греков в письменной форме издает распоряжение, в котором указывает, что администрация города Уфы не только принимала участие в этих процессах, но и отличилась. И по мнению Греков достойно премирования. Не знаю, будет ли заниматься правоохранительные органы этим вопросом, будет ли ЦИК Республики Башкортостан обращать внимание на этот документ. Что-то мне подсказывает, что Илона Макаренко не станет заниматься этим. Однако, ну вот, это иллюстрация того, ну, во-первых, какой уровень интеллекта у нас присутствует в мэрии Уфы. У них не хватило ума даже придумать иную формулировку. Они платят людям деньги за то, что те действительно сделали. Ну и рассуждая о судьбе Сергея Грекова, я, конечно, не Нострадамус предсказывать особенно ничего не умею, но иногда могу прогнозировать. Я думаю, что Греков будет первым в числе последних трех мэров, который не попадет на повышение ни в Совет Федерации, ни в Нижнюю Палату Российского Парламента, как это сделали Павел Качкаев и Ерек Елалов. Но попасть в какое-нибудь иное государственное учреждение с не менее строгим уровнем охраны, но с более скромным рационным питанием Сергей Николаевич вполне себе рискует. Как я уже говорил, в мэрии у нас неспокойно. Мэрию штормит. На прошедшей неделе из кабинета Марата Гайфулина, новоиспеченного вице-мэра Уфы, произошла выемка документов, связанная с МУП службы заказчика и технического надзора. Вот это вот пресловатое муниципальное учреждение. Не думаю, что Марат Гайфулин сам успел вляпаться в эту историю, он просто хронологически не успевал поучаствовать вот в этом пироге, но, видим, просто документы у него хранились в его кабинете по, как говорится, служебной принадлежности. Но речь идет все о том волшебном, загадочном, мистическом Менделеевском треугольнике, о странной ситуации с активами, которые куда-то делись там на многие-многие миллионы рублей. Из этого МУПа, судя по всему, история раскручивается, и у нас впереди интересный процесс того, мы увидим, во что это все выльется, куда делись деньги дольщиков, куда делись вот эти бесплатные участки, которые там достались под строительство в компенсацию вот этого всего. То есть там история очень долгая, и мы об этом, кстати, много раз рассказывали. Я действительно рад, что жители Менделеевского треугольника все-таки у них появляется какая-то перспектива, что им что-нибудь достроят. Потому что если сейчас вот этот МУП выпотрошит и вывернут, может быть там что-нибудь и найдется. Не подтвердились факты того, что в Уфаводоканале произошло массовое задержание сотрудников этой организации. На прошедшей неделе некоторые ресурсы писали и говорили о том, что там 20 с лишним человек арестовано в Уфаводоканале и так далее, и так далее. Нет, сотрудники ФСБ не арестовали и не задержали многочисленных сотрудников Уфаводоканала, однако многие из них действительно были приглашены на допросы. И речь идет о какой-то некой схеме, пока мы до конца не можем говорить уверенно о том, как выглядела эта схема, но речь идет о каких-то злоупотреблениях, связанных с подключением новых домов к мощностям Уфаводоканала. Судя по всему, чекисты обнаружили какую-то схему, в которой есть то ли элементы вымогательства, то ли элементы каких-то коррупционных процессов. Но вот Уфаводоканал трясет, выясняют обстоятельства и отмечу, что это история не про ту грязь, которую вывозили там в неположенное место. Это совершенно отдельный эпизод, который тоже продолжает разрабатываться. То, что предрекал Радий Хабиров в связи с отопительным сезоном, все-таки случилось. Я имею в виду те страшные, несуразные платежки, которые предрекал Радий Хабиров. Действительно, за первые 3-4, иногда 5 дней отопительного сезона в сентябре, уже 30 сентября в некоторых районах Уфы пришли платежные документы. Чтобы не быть голословным, я перечислю. Вот лично мне прислали, как иллюстрацию, эти платежки по следующим адресам на следующие суммы. Еще раз отмечаю. За 3-4 дня отопления. Островского 16-1, 3941 рубль. Таллинская 23-B, 3900 рублей. Мусы Джалиля 74-1, 5000 рублей. Таллинская 24-1, 3680 рублей. При том, что по этому адресу отопления не было. Таллинская 26-1, Дагестанская 7, за 4 дня 3600 рублей, двухкомнатная квартира. Ну, собственно, Радий Фаридович угадал. Отмечу отдельно, что, например, на улице Островского в 16-1 стоит общедомовой счетчик тепловой энергии. Но там все равно пришел расчет по нормативу. В общем, накаркал Радий Фаридович. Я не знаю, случится ли самое страшное, о чем он думал. Я имею в виду визит с вилами к нему в офис. Я думаю, что если дальше так пойдет, то этот визит случится обязательно и неоднократно. И никакие штабы, о которых он там чего-то напридумывал, ему не помогут. Но уж за 4 дня 5000 рублей. Это, ребята, совсем запредельно. То есть никакой управы, что ли, нет на эти структуры. Ну, в общем, поживем, увидим. Скоро все мы получим счета за сентябрь и посмотрим, что нам там выставили. Чтобы уж не делать наш выпуск сегодняшний совсем печальным, грустным, тревожным или каким-нибудь еще нехорошим, в завершении выпуска поговорим о веселом. Ну, по крайней мере, настолько веселом, насколько это возможно в нашей политической жизни в Башкортостане. Ну, например, про Ильшата Азаматовича Тажеддинова. Те, кто в теме, кто интересуется, знают, что Ильшат Тажеддинов был в последнее время низвергнут с Олимпо-башкирской власти, занимается какими-то незначительными проектами. Вовсе он теперь не руководитель аппарата и не первый вице-премьер правительства. Но не все об этом знают. Например, об этом не знают в Корридельском районе. Туда буквально на прошедшей неделе нагрянул Ильшат Азаматович на черном джипе. Осмотрел Сиевский клуб. На фотографиях это отчетливо видно. Ну, видимо, сытно отобедал с главой и так далее. В местной Корридельской прессе его продолжают именовать руководителем аппарата правительства, вице-премьером и так далее. Доподлинно неизвестно, представлялся ли Ильшат Азаматович сыном лейтенанта Шмидта в администрации этого района. Но я думаю, что дополнительная опаска сельским жителям и пригляд за своими гусями не помешает. Судя по всему, господин Тажетдинов начал обширное турне по районам Республики Башкортостан. Ну, а теперь о возмутительно прекрасном и чудовищно вкусном. На прошедшей неделе стало известно, что хозяйственное управление номер два, теперь их даже два стало при главе Республики Башкортостан, видимо, одно не справляется с закупками, объявило конкурс на высадку 200 саженцев Туи в резиденции Хабирова в деревне Вязовка Кармаскалинского района. Средняя цена этих саженцев колеблется от 8800 до 10900 рублей за штуку. В общей сложности государство, бюджет, то есть мы с вами, потратим на украшение резиденции Хабирова Туями 2 миллиона рублей. По неподтвержденным данным, но из весьма надежных источников, там же рядомшком проживает и Саша Сидякин. То есть вот эти два персонажа будут с удовольствием осенью и зимой наслаждаться видом 200 молоденьких Туй, которые будут окружать их дома и жилища. Ну, на фоне нехватки денег на покупку медикаментов для лечения ковидных больных, выглядит это весьма странно. Кроме всего прочего, на 2 миллиона целый год можно было бы содержать еще одного, Шамиля Валеева, например. А еще Хабиров ездил на этой неделе в Казахстан. Ну, мы все знаем, там обсуждали, вот он там что-то там с президентом даже Казахстана встречался. Ну, в общем, Тюркская республика, близкий менталитет, гостеприимство и все прочее. Да не тут-то было. Хабиров умудрился за эти два с небольшим дня проесть в столице Казахстана Нур-Султане 7,5 миллионов рублей. Срочно был объявлен конкурс на питание делегации. Конкурс это выиграла ОООшечка с глумливым названием Таратау-сервис. Так вот, на 7,5 миллионов рублей был организован обед, кофе-брейк и ужин на 400 персон. 400 персон делегации наслаждались салатом с копченой уткой, телятиной в разном исполнении, кониной, грибными соусами, капреза, триколор, ну, как иначе, у нас даже капреза, триколор, говядиной с муссом, рыбой, овощами, шардоне, савиньоном и даже запивали это все водкой. Вот так вот живет элита. Вот 7,5 миллионов на обед, кофе-брейк и ужин. 2 миллиона на туи. Итого 9,5 миллионов. На эти деньги можно было бы обеспечить каждого пятого ковидного больного в Башкирии. То есть примерно 20% недостающих денег на покупку этих лекарств в недельном выражении Хабиров и Сидякины стратили на собственное удовольствие. На питание в Нур-Султане и на высадку туй вокруг своих домов. Вот задумайтесь теперь о моральном, этическом облике вот этих наших руководителей, которые сами же говорят на оперативке, что у них не хватает денег, и они срочно должны их перенаправить там туда, туда, туда. Я уж не говорю о том, на что еще не хватает денег. Это и дети, это и образование, это и инвалиды и прочее, прочее. А эти ребята пожирают 7,5 миллионов рублей одним махом за одну поездку в Нур-Султан. Это ведь еще без транспорта, без самолетов, без лимузинов, без прочих вещей, без отелей. Представляете, сколько денег они спалили в этом Казахстане. И высаживают красивые деревца вокруг своих домов, чтобы порадовать свои семьи. Вот так живет руководство Республики Башкортостан. Есть у меня для вас два анонса. Первый – это анонс завтрашнего стрима. Я все-таки решил его провести по двум причинам. Во-первых, на прошлом стриме я обещал провести его в следующую неделю. Немножко ошибся. А во-вторых, да, надо сбалансировать эту сетку регулярности. Мы проводим вообще-то стримы раз в две недели. Вот завтра в 9 часов, милости просим, подключайтесь, поговорим, обсудим произошедшее после выборов и вот в этот период, когда мы начали легитимизировать их результаты. А потом будем проводить стримы каждые две недели. Это первый анонс. А второй анонс – это некая загадочная информация, которая пришла из Москвы мне вчера. О том, что на следующей неделе у нас предстоят какие-то достаточно серьезные, такие серьезные, прям серьезные перестановки в правительстве Республики Башкортостан. Вот и проверим, насколько источники верны и достоверны, но, по крайней мере, мне было заявлено о том, что, возможно, изменения произойдут в сфере здравоохранения, образования, финансов и строительной сферы Республики Башкортостан. Именно там, в руководстве этих сфер, ни прорабы, ни медсестры, ни учителя пострадать не должны. Редактор субтитров А.Семкин